Тема очень интересная и важная. Если говорить о чертах характера, которые мешают развитию человека, я из всех черт характера, глобально, выбрал одну самую главную. Это неспособность понимать, как устроена жизнь. То есть самая главная черта характера заключается в том, что человек не понимает, что ему нужно учиться наполняться. Большинство людей в жизни просто расходуются. Они не знают, что нужно наполняться. Это сама по себе идея расходоваться или отдавать, отдавать, отдавать силы на достижение своей цели. Эта идея, она идет из неправильного представления о жизни и о счастье вообще в целом, потому что жизнь, она соткана из отдачи и приема. Принимать всегда трудно, потому что когда человек настроен на отдачу, он потом... Принимать это тоже аскеза. Вот допустим, принимать, что такое принимать энергию? Это означает бегать на природе, допустим, молиться, это принимать энергию. Паститься, закаливаться. Это все принимать энергию, а на это нужны энергии опять же, понимаете, нужны силы. Вот для заставить себя бегать на природу нужны силы. Заставить себя поститься нужны силы. Заставить себя, допустим, в воде поплавать, нужны силы. Ну то есть на все это нужны силы. А сил нет, понимаете? Потому что все силы идут на то, чтобы достичь своей цели в жизни. И вот это вот неправильное мышление. Когда человек стремится достичь своей цели в жизни и при этом расходуется постоянно, то у него появляются симптомы неудачника. Какие симптомы неудачника появляются у человека, который неправильно живет? Первый симптом неудачника – это усталость, снижение концентрации внимания, снижение работоспособности, повышение раздражительности, гневливости, увеличение нетерпеливости к людям, тяжелее становится общаться с людьми, дарить им любовь, заботиться о них, терпеть начальство. Вот. Все это указывает на истощение человека, который является детем природы. Если человек не понимает этого, то он даже и долгую жизнь не сможет прожить, потому что есть три силы, которые сокращают жизнь. Это силы времени, то есть делают человека. Первое – напряженным. Напряжение превращается в боли или спазмы в организме. Третья стадия – это инфаркт, инсульт. Это первая ниточка старения. Вторая ниточка старения – лишний вес, который превращается в доброкачественную опухоль, потом злокачественную опухоль, до свидания. Следующая стадия. И третья ниточка старения – это жар в теле или излишняя эмоциональность, гневливость, потом это превращается в воспалительные процессы, и потом это превращается в системные хронические заболевания, такие как ревматизм, астма, сахарный диабет, красная волчанка и так далее. Туберкулез, и все это опять приводит к смерти. Откуда берутся эти ниточки? От чего возникает напряжение? Напряжение возникает от того, что человеку не хватает движения непрерывного на свежем воздухе и непрерывного статического непрерывного стояния или еще каких-то статических упражнений, которые снимают напряжение. То есть длительное движение снимает напряжение. Вот я вчера в Казани по парку 16 километров пробегал, и меня сильно расслабило. Завтра я буду делать с утра йогу 2,5 часа, и меня опять расслабит. То есть это разные виды расслабления. Но это надо. Когда у человека жар в теле копится лишний, то ему нужен пост и неподвижное положение тела. Допустим, во время молитвы человек не двигается, у него жар уходит из тела. Когда он постится, жар тоже уходит из тела. Это называется победа над старостью или борьба с временем, которая меня ведет в могилу, а я себя веду к долголетию. И третий тип старения, это лишний вес, побеждается длительным движением непрерывным, типа бег и пост.